Приветствую вас. Человек может сторониться вас не потому, что ему кажется, исходя из того, что вы написали, что вы насмехаетесь над ним, а может шарахаться от вас в силу ряда других притчей. Например, потому что вы ему нравитесь, как вы пишете сейчас и писали ранее. Например, потому что у него к вам чувство. Например, потому что он, по сути это дело, поставил на себе крест, ну, в своей жизни, да, на себе поставил крест, как на мужчине. А вы разбудили в нем того самого мужчину и теперь он не знает, что с этим делать. И боится, что вы, например, от него отдалитесь, боится вас потерять и так далее. То есть я это все говорю на самом деле к чему? К тому, что причин такого поведения может быть много, очень много. А вы пишете о том, значит, как себя вести, чтобы человек, человек вас не сторонился. На самом деле, вот давайте будем честными. Если воспринимать то, что вы сказали, то есть сказали, значит, что он думает, что вы над ним насмехаетесь. Если воспринимать это как правду, как действительно реальное положение вещей, то вам нужно получается доказать ему, что вы воспринимаете его серьезно. И если это мужчина, если это военный, то у вас, по сути, нет другого выбора, кроме как сказать ему прямо. Ну или пользуясь случаем, например, каким-то праздником военным или может быть там еще каким-то предлогом, событием, вручить ему какой-нибудь презент и сказать ему, серьезно глядя в глаза, что вы там, например, восхищаетесь им, что вы считаете его достойным там, ну и так далее, так далее. Далее слова, я думаю, вам здесь будет лучше подобрать. Само и так, мне кажется, будет правильнее. Вот. То есть для мужчины, для мужчины вообще важна вот эта вот ясность, важна ясность и важна четкая причина-следственная связь между тем, например, что вы делаете и тем, что вы говорите. И если вы говорите, чтобы он думал, что вы воспринимаете его серьезно, то вряд ли у вас есть другой путь, кроме того, который я вам сейчас озвучил. Просто потому, что все, что вы скажете, любые моменты, где будет какая-то неясность между вами, например, будет восприниматься им именно так. То есть он будет от вас отдаляться, он будет вас страниться и так далее. Если вы этого не хотите, то принципиально нужно менять ваше поведение. Принципиально нужно строить его на других основах. На основах более доверительных, на основах более ясных. Это именно если говорить про то, что мужчина думает, что вы над ним надмихаетесь. Но поскольку это ваше только личное мнение, и оно, к сожалению или к счастью, уж это как будет развиваться ситуация дальше, может быть ошибочной, ваше мнение относительно него может быть ошибочным, то я предлагаю вам рассмотреть другие возможные варианты. Какие? Ну, например, вариант, как мой вариант, может быть такой, что он просто в себе не уверен. Вот не уверен в себе мужчина и все. И тогда для того, чтобы расположить его к себе, чтобы он в вас не сторонился, вам нужно, по сути, по сути, сделать так, чтобы он это уверенно в себе обрел. Но ведь вы же не знаете, в чем именно он в себе не уверен. Значит, вам нужно сделать, вроде как, первый шаг. Первый шаг не мы настричьем, особенно если вы видите, что он к вам серьезно неравнодушен. Проблема здесь заключается в том, что, во-первых, если это военный, то вы можете его задеть и обидеть тем, что сделали первый шаг. То есть они так чувствуют себя неуверенно, а вы еще делаете первый шаг, и вообще, получается, вы его унижаете таким образом. Вот. И тогда у вас встает, вообще говоря, совсем уж сложный выбор, как себя вести. То есть куда ни посмотри, везде есть негативные моменты. Я думаю, что основная проблема заключается в том, что у мужчины с вами, вот в любом случае, нет опыта общения в неформальной обстановке. То есть, как друзья, вы с ним общаетесь, а вот как, ну, как кто-то другой, да, вы с ним практически не взаимодействуете. И это очень плохо. Потому что именно, как с ней видится данный аспект, мешает мужчине чувствовать себя более уверенно по отношению к вам. И чтобы этот момент исправить, вы можете сделать, вообще-то говоря, ну, одновременно легкую и в то же время правильную и абсолютно нейтральную вещь. Это приглашать ему провести время вместе, но не в формальной обстановке. То есть, как человек, вы приглашаете его, другого человека, ну, например, там, пообедать. Или просто провести какое-то время, сколько там времени вместе. То есть, это не будет для него оскорбительно, потому что он, ну, не выступает в прямом смысле этого слова, как мужчина в данной ситуации. Он будет выступать скорее как человек, да и вы имеете право пригласить его на, например, тот же обед, если у вас есть желание. Вы проведете какое-то время вместе с ним, и это поможет ему освоиться в общении с вами, но не как уже с коллегой по работе, как он общается с вами, да, постоянно, а именно как с женщиной. И если все дело действительно в этом, в том числе он не может никак вот освоиться, то тогда вы ему поможете. Правда заключается в том, что, возможно, потребуется не один такой вот момент, то есть, может быть, потребуется куда больше, и как бы... Другое дело, готовы ли вы на это... То есть, готовы ли вы, ну, вот так действовать? Нравится ли вам это, устраивает ли вас это? Потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете, да, что если вам это не нравится, если вас это не устраивает, то, соответственно, вряд ли можно говорить тогда о том, что это принесет вам удовольствие. Вот. К сожалению, ситуация такова, что мужчина сам в себе не уверен, и будучи не уверен, он создает для вас однозначно условия, когда вы можете просто-напросто ошибиться, сделать что-то не так, при этом преследуя благие намерения, и, в общем-то, не имея потом возможности оправдаться вообще. И вот именно это заставляет меня очень тщательно подбирать слова, дабы вы мне не сделали что-то плохого, а потом, например, не подмонитывая. Это я заставил вас так поступить. Чтобы этого не было, вот я и предлагаю вам действовать таким образом. То есть аккуратно, осторожно дать ему возможность как-то вот освоиться с вами. Если этого не произойдет, то есть если, несмотря на то, что вы вот это все сделаете, и мужчина сразу будет от вас сторониться, тогда уже вам нужно решать, либо вы будете продолжать занимать мужскую мужскую позицию вообще не с ним, да? То есть вы, например, будете, ну, условно говоря, вы будете постоянно проявлять инициативу, и понятно, что если женщина постоянно проявляет инициативу, то вряд ли это может быть чем-то хорошим. Для нее, да, и для мужчины, в принципе, тоже. Вот, либо вы продолжаете это делать, вот, если вам подобные вещи, например, не вредят, если вы не чувствуете, что вам это во время этого. Либо вы, ну, переставите это делать, и как-то даете мужчине понять, ну, сами, может быть, то есть, как бы, откровенно или неоткровенно вы даете мужчине понять, что не собираетесь больше как-то вот стараться привлечь его внимание, просто потому, что поняли, что у вас это не получается. Уверен, что здесь важно прислушиваться все же еще и к себе, потому что если вы делать этого не будете, то вряд ли, ну, вряд ли вы получите удовольствие от подобных отношений. Вот. Собственно, ага, так можно обидеть вам на вопрос. Мне бы очень хотелось, чтобы у вас все получилось, чтобы вы смогли все-таки, ну, как-то вот наладить с ним отношения, наладить с ним связь. Но есть проблема, на мой взгляд, которую вы может быть не до конца понимаете сами для себя, потому что, ну, может быть, вам это кажется не таким очевидным. Проблема в том заключается, что мы мы не можем вам давать какие-то более такие конкретные рекомендации. Я отдаю себе отсчет в том, что может быть мало того, что я сказал. Ну, то есть вам это не даст какого-то такого результата, на котором вы, например, к нам пришли. Так вот, сложно давать рекомендации более такие превентивные, более конкретные, без такой вот, ну, как бы, без более язвы, без более такой обширной информации о мужчине. Возможно, вы и сами не знаете больше ничего о нем, кроме того, что вы нам здесь сказали. Если так, то, в принципе, вам и все понятно, и вам можно будет, единственное, что вам остается, это действовать только так, вот как я вам сказал. по сути, это действие в слепую. По сути, вы действуете, к сожалению, вы действуете в слепую. И с этим уже ничего не проделать. Готовы ли вы на это, готовы ли вы к тому, что потерпите неудачу или нет, решать уже вам. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А.